Ещё раз здравствуйте, здравствуй, Казань! Рад вас видеть. Я очень волновался, что мои друзья не будут первым, и что будет пустой зал, потому что мы привыкли, что люди задерживаются, опаздывают. Но стоит пробка, но несмотря на у насную погоду, я вижу, что сегодня зал практически полный. Давайте я вам расскажу сегодня про очень интересную тему, про комплексные решения для оснащения переговоров в комнате. Но сначала немножко, пару слов про нашу компанию. Нашей компании уже 14 лет. Мы венуем этот дистрибутер IP-телефонии, видеоконтерент систем, систем видеонаблюдения, домофонии, систем управления и бронирования переговоров в комнате. У нас более 1700 клиентов, причём мы, как дистрибуторы, не работаем с конечными заказчиками. Наши клиенты – это интеграторы, это операторы связи и различные торговые дома, реселлеры. Наша команда. В нашей команде более 100 сотрудников. У нас 13 инженеров, у нас 12 продавцов, включая руководителей наших региональных представителей. у нас около 10 сотрудников складской логистики, а также финансисты, бухгалтеры, отделкаторов и так далее. Мы присутствуем в 12 городах в России и странах СНГ. Ну и, конечно же, наш офис здесь, в Казани. Наш офис в Казани был в 2020 году, но наш офис в Казани оказывает темп роста выше, чем другие офисы в других регионах. Потому что вы, Казань, большие молодцы. Потому что в Казани очень хорошо развит направленно идти. И мы видим большой потенциал именно в этом регионе. Я уже говорил, что у нас 13 инженеров, у нас в целом, у нас действительно в нашей компании больше инженеров, чем продавцов. У нас очень сильная инженерная компетенция. Все наши бренды, они протестированы, проработаны. И вы можете быть уверены, что если вы включаете наши продукты в свой ассортимент товаров, то это оборудование не будет включить, оно будет хорошо, стабильно проработать. Мы оказываем пресейл-поддержку в выборе решения. Также наши инженеры оказывают техподдержку после реализации проекта. Мы предоставляем расширенную гарантию. И, что важно, фактическая поддержка на русском языке. Теперь три слова буквально от трех наших брендов, о которых я буду сегодня рассказывать. И один из них, первый, номер один, это компания Ялинк. Многие знают Ялинк как номер один производителя айпи-телефонов. Ну, действительно, в России это номер один по продажам айпи-телефонов за двадцатый и двадцатый год. Но Ялинк — это не только айпи-телефоны. Ялинк — это еще система видеоконференц-связи. Ялинк — это еще большое количество различных аксессуаров. бьет устройств. Это различные веб-камеры, спикеры, фоны. Ну, и также совсем недавно в ассортименте Ялинков появились профессиональные ТВ-панели. Ну, про это можно поговорить с нашими модерстами Ялинка, которые сегодня присутствуют в нашей динозоне. Следующий на бренд — это компания ITC. Ну, ITC — это, на самом деле, азиатский тигр. Это, наверное, вот если брать страны Азии, это номер один поставщик систем для аудиоконференц-связи. У компании четыре фабрики, пять тысяч человек в штате. У компании очень серьезно, профессионально много лет занимаются аудиоконференц-системой. Ну, и, наконец, третий наш бренд — это Qubik. Панельный компьютер Qubik и мини-пакар Qubik, которые представлены тоже в нашей динозоне. Компания специализируется на разработке систем Digital Signage. Компания молодая, но очень активно развивающаяся. В нашей динозоне представлены кейсы с использованием системы Ramiro. Ну, и, наконец, давайте перейдем к нашей основной теме. Тема наша называется «Комплексная система для оснащения переговорных компаний». Почему мы выбрали именно эту тему? Дело в том, что есть статистика обращений в наш пресейл-отдел, в нашу техподдержку. И мы обратили внимание, что каждый пятый вопрос так или иначе касается переговорных компаний. И поэтому мы, учитывая этот факт, решили сделать нашу короткую презентацию. Ну и, конечно же, при выборе оборудования этой переговорной комнаты, в первую очередь обычно мы выбираем VHS, потому что VHS – это сердце, это битро в переговорной комнате. Трудно представить себе переговорных компаний, где нет терминала видеоконтернат-связи. И здесь мы предлагаем широкую линейку оборудования от бренда «Ялия». У нас очень широкая линейка. Мы предлагаем широкий набор вариантов, как для малых, средних и больших переговорных компаний. В маленькие переговорные комнаты мы предлагаем приобрести просто свой VHS, bring your device-комплект, который состоит из камеры, спидеофона и устройства для передачи проводного или беспроводного. Фактически вы простым USB-симером. Кабелем подключаете ваш ноутбук и проводите собрание, используя камеру и большой телевизор. Для средних переговоров мы предлагаем использовать VHS. Это такое специальное устройство, у которого есть встроенная камера, микрофонный массив и массив динамиков. И, наконец, для больших переговорных мы предлагаем использовать специальные интеграционные терминалы. В основном про них сегодня я буду рассказывать. Ну и в линейке G1 наиболее удобная для интеграции терминалов VHS 880 и M800. Но на самом деле ассортимент оборудований для видеоконференцсвязи очень широкий у Ялинга. И для того, чтобы нам самим лучше его выучить и обучать наших новых сотрудников, мы в нашей компании ввели периодическую таблицу видеоконференцсвязи Ялинга. Вот, вы можете сейчас ее видеть на слайде. Мы предлагаем как традиционные VHS C-Page 2.3, так и решения для VHS Zoom и Microsoft Teams. По вертикальной шкале вы видите масштабы. Маленькая переговорная, большая переговорная. А также наша компания предлагает различные варианты серверов для видеоконференцсвязи. Как VHS, так и обручные решения. Но, знаете, вот мы поставили систему VHS, представьте такую ситуацию. И получили хорошую, красивую, четкую, яркую картину. Но этого еще не достаточно. Дело в том, что встроенных в телевизор, в панель динамиков может быть недостаточно. Мы можем получить тихий звук, и не тем будет хорошо слышно. Если переговорная, допустим, большая. Другая проблема. Стандартные, которые в комплекте с видеоконференцсвязью микрофоны, они захватывают 360 градусов. Имеет угол захвата. И, соответственно, они захватывают много посторонних звуков. Это шушукания, шепот, шелест бумаги, двери. И на том конце, кто второй участник видеоконференцсвязи, ему очень трудно разобрать речь спикера. Ну и третья проблема – это для подготовки к большим, серьезным собраниям требуется подготовить печатные материалы, требуется подготовить различные бланки. Плюс нужно фиксировать различные договоренности, организовать работу с документами, и голосование, и подведение итогов. И все это успешно можно решить, дополнив систему на основе видеоконференцсвязи, на основе видеоконференцсвязи, на основе видеоконференцсвязи, бендов ITC. Ну я уже говорил, на что ITC. Профессиональный вендор по производству систем аудиоконференцсвязи. Это различные микрофоны, различные контроллеры микрофонов, контроллеры аудиоконференцсвязи, система синхронного перевода, система безбумажной материации, и различные усилители, и другое про аудио оборудование. Про него тоже. Ну вот у нас первая задача, которая есть в нашей переговорной, не хватает громкости динамика у телевизора. Ну что же делать? Ну ответ, я думаю, на поверхности, поставить усилитель, а также микшерный пульт, и различные варианты, грубо говоря, напольные, настенные, потолочные. Вы видите схему, микшерный пульт подключается к терминалу видеоконференцсвязи, через акса-орубьоны. Ну микшерный пульт здесь нужен для того, чтобы регулировать частоту звука, чтобы добиться комфорта звука, и также для того, чтобы подключить дополнительный источник звука. Ну, например, для того, чтобы подключать приятную, спокойную, расправляющую музыку между совещаниями. Ну вот мы улучшили пульт, теперь мы слышим хорошо, но нас пока не очень хорошо слышали. И здесь нам не обойтись без системы аудиоконференцсвязи от компании ITC. И в качестве приятного дополнения система аудиоконференцсвязи помогает обеспечить автоматическое доведение камеры на говорящий. Сейчас я вам расскажу, как это работает. Вот вы видите типичную схему подобной реализации, где используется контроллер аудиоконференцсвязи ITC. Также используются проводные и беспроводные микрофоны. Используется, конечно же, микшерный пульт. Контроллер аудиоконференцсвязи подключается кабелем к терминалу VHS. Причем, что удобно, наши рендеры ITC и Янг очень хорошо дружат друг с другом. Таким образом, система функции наведения камеры на говорящего работает без дополнительного дорогостоящего сандарта и системы управления. Оно работает практически из коробки. Вам отлично взять кабель и подключить контроллер аудиоконференцсвязи к терминалу VHS. В терминале VHS сохраняется заранее подготовленные персеты. То есть, у вас есть заранее подготовленные персеты. В зоне рассадки участников интерьеренца. И при включении микрофона камера находится на активного говорящего спектра. Если же все микрофоны отключены, то камера обычно дает широкий угол, общую картинку в переговорной комнате. Вот мы решили вторую задачу. Мы получили хороший звук. Мы слышим хорошо. Нас слышит тоже хорошо. Но есть еще одна проблема. Нужно каким-то образом создать интерактивные рабочие места. Нужно обеспечить обмен документами и голосование участников в проведении итогов. И здесь нам поможет битбумажная система конференции от ITC. Мы в нашу схему добавляем выдвижные мониторы модернизированные. Мы добавляем сервер управления, сервер потокового вещания и терминалов. Вот так вот выглядит один из наших реализованных проектов. Где есть большой столб делегатов. Где есть шесть интерактивных рабочих мест с обычными микрофонами. Есть место председателя. Председатель может давать слово какому же участнику. Включать микрофон. Либо наоборот, включать микрофон, если, допустим, кто-то кого-то перебивает и говорит не в тему. А также есть отдельный столб администра преконференции с использованием беспроводного микрофона. И отдельная трибуна, с которой, допустим, может быть какой-то производительный доклад. Оборудование, что важно. Вы видите большой массив оборудования слева. Его лучше поставить в одну стойку. Для того, чтобы сократить количество коммутаций, количество проводов. Таким образом, стоимость подобного проекта начинается примерно от 6 миллионов рублей. Но и это все. Нам часто приходится реализовывать, решать задачи, реализовать проекты. И основной офис, дополнительный офис. И нужно их вместе объявить в единое интерактивное пространство, в единое рабочее пространство. И здесь основой, конечно же, являются терминалы ВКС, которые устанавливаются имения друг с другом. И в основном офисе, и в дополнительном офисе имеются терминалы и интерактивные рабочие места. Но при этом также в каждом офисе имеются две профессиональные панели. На одной доправляются участники конференции, на второй полезный контент. Но часто так бывает, что есть задача сократить СМИ эту, сократить восходы. И часто так бывает, что в удаленном небольшом офисе не обязательно обеспечивать всем рабочие интерактивные места. Можно просто оставить один терминал докладчика, и здесь есть вариант «Стануть». Можно заменить дорогой сервер потокового вещания и сервер управления на простой маточный коммунат. При этом можно оставить один терминал докладчика, и при необходимости проведения конференции вы просто можете подключить флешку к необходимым контентам в терминал докладчика и провести видеоконференцию. Так, давайте подведем предварительные итоги. Центром, ядром любой переговорной комнаты является терминал VKS. Мы предлагаем использовать интеграционный терминал BOT-E1, либо VC880, либо M800. К нему подключаются две функциональные панели. Подключается стандартная базовая камера VC84, плюс возможность подключения второй любой камеры через HDMI. Также подключается планшет управления и устройство для передачи проводного и беспроводного контента. По вопросу КТ, смотрите, если необходимо получить хороший звук, то мы используем дешевый пульт и усилий. Для того, чтобы нас слышали хорошо, для того, чтобы исключить посторонние шумы, для того, чтобы обеспечить автодоведение камеры на говорящего и также использовать функцию модерации, то есть запрещать этот микрофон, мы предлагаем использовать аудиоконференцию от ITC. Внимание, еще важный момент. Часто так бывает, что приговорная большая, и все участники за этим салоном не умещаются. В этом случае мы... Часто так бывает, что в зале присутствуют какие-то гости, которые у них появились за салоном. В этом случае мы можем им предоставить обычный радиомикрофон. Ну вот такой, какой я сейчас беру в руках. А для ведущего, который выступает где-то у доски, ему можно предоставить микрофон в петличку. Но при этом, для того, чтобы избежать неприятного микрофонного эффекта, для того, чтобы избежать неприятного свиста при попадании микрофона в зону действия динамика, мы добавляем в схему подавитель админической обратной связи. Ну и наконец, для того, чтобы обеспечить голосование, обмен контентом, интерактивные рабочие места, возможность общения в чате внутри конференции, мы добавляем в систему безбумажной конференции блок-компании ITC. Вот вроде бы и все, но это было оборудование, которое находится внутри переговорной комнаты. Как известно, театр начинается с ведулки, а переговорная комната начинается с системы паронирования переговорной комнаты. Потому что сама по себе переговорная комната, как вы понимаете, дорогой объект для организации, и их бронирование, и важно обеспечить правильный доступ в эту переговорную комнату, возможность бронирования и чек-ин, и также аналитику использования данной переговорной комнаты. И здесь мы предлагаем панельный компьютер в игре. Вот такой панельный компьютер может ввешаться при входе в переговорную комнату, на нем отображается, во-первых, стаб свободно, занята и расписание спич запланировано. Также данный компьютер может использоваться для чек-ин, то есть подтверждения начала конференции. Мы предлагаем панельный компьютер в игре в связке с различными вариантами сорта для бронирования. В нашей амазоне вы можете увидеть два варианта – вирусов и дорты. А также панельный компьютер могут использоваться не только при входе, но и внутри самой переговорной комнаты для различных конференции сервисов. Таких, например, как заказать чай, кофе. Например, вызвать администратора системного нужна какая-то поддержка, помощь в настройке проектора, горка и так далее. Также часто панельный компьютер внутри переговорной комнаты используется для управления инженерными системами. Освещением, вентиляцией, открытые жалюзи подрезованные. И в этом смысле мы предлагаем рассмотреть программное обеспечение наших панельнических партнеров, которые разрабатывают системы управления. Это Iridium Mobile и Simple Office. Но также у нас есть специальная своя собственная разработка, который позволяет переключаться между следами и переключаться между системой бронирования и системой управления. Ну и, как я уже сказал, для оборонирования на нашей панельный компьютер ставить специализированный сок, в нашем тендензоне можно увидеть два варианта сорта. Вот английская компания DoorDead и наша отечественная разработка в миру сок. Но этим не ограничивается, потому что на самом деле у нас есть в нашей экосистеме около совместимости с 10 различными, 10 и более различными системами бронирования. Более того, многие наши клиенты, в которых есть свои разработки, свои разработчики, свои программисты могут написать свою собственную систему бронирования, систему управления. И в этом случае мы готовы оказать помощь, предоставить доступ к API и к среде разработчиков для разработчиков. Если есть программисты, есть представители компании разработчиков, пожалуйста, предъявите руку. Очень приятно видеть. Приходите к нам на стенд, мы обязательно с вами обсудим возможность сотрудничества. Ну и давайте тоже подведем предварительный итог. У входа в переговорную комнату мы рекомендуем ставить профессиональную модель BIP-1050 PRO, данный панельный компьютер с тремя стадионными индикаторами и считывателем BIP-карта, которые могут использоваться для чип-инна в подтверждение начала встречи. Внутри переговорной. Ну, именно, например, вариант без чип-инна, может быть, входа в переговорную либо внутри переговорной, мы рекомендуем использовать BIP-1050 сли. Это компьютер с тонкими рамками, он маленький, компактный, красивый, и кистовый этап, эгономичный, в любой дизайн, в любой переговорной комнате. Ну и, наконец, маленький компьютер BIP-10350, он может использоваться для бронирования небольших переговорных, ну или, чаще всего, он используется для бронирования персональных уточек. Все, продолжим итоги, теперь уже окончательно. Во-первых, приходите к нам на демо-стенд и посмотрите все оборудование, про которое я сегодня вам рассказывал. Мы, компания Дематика, доставляем только проверенные, хорошие, отобранные бренды стран Восточной Азии, и мы вас не подведем с поставками, с многими нашими брендами. Мы подписали прямые договора поставок, мы их заставляем за юаней, и вы можете быть уверены, что вы заложите в проект наше оборудование, и у вас в дальнейшем не будет проблем с поставками. Второе, это инженерные компетенции. Наши представители инженеры всегда готовы помочь подобрать оптимальные решения и за разумные деньги, скажем так. И приходите в наш офис, наш офис в Казани, и возьмите на тест, протестируйте. все перечисленное оборудование, у вас есть доступно в нашей термозоне, вы можете его взять на тест, протектировать, посмотреть, пощупать, и принять решение. И также на все оборудование мы предоставляем расширенную гарантию, сервисную конкретку, мы регулярно проводим обучение и сертификацию партнеров. Так что будем видеть вас, рады вас видеть в нашем демостренте. А теперь ваши вопросы.